Всем привет, опять наступила пятница, опять мы, Флориса, едем по дивану, вот на наших конях, таких вот, железных. Мы убиваем сразу двух зайцев, экономим бензин и едем за здоровьем. Привет всем, это я! Нам себя-то надо не забыть. Да, мне Юра говорит, ты, говорит, мне никогда не снимаешь, и доча нам говорит, мама, ну ты почему папу не снимаешь, я же тоже хочу его увидеть. Ну вот, я начинаю исправляться, начинаю снимать, и мы своим там демом, как Юра сказал, Юра сказал, и уезжаем из дома. Поедем, кстати, мы хотим поехать посмотреть, почем перцы. Мне моя знакомая из Израиля дала рецепт аджики, который я хочу снять на видео и вам показать. Она мне сказала, что она готовит аджик уже более 30 лет, и всегда они все съедают. Поехали. Исчем всех к заветной цели. Сейчас заветная цель – это базар. Вон она, Лариса. Вон она, вдалеке. Вдалеке едет, но не отстает, молодец. Я тут свернул, маленькая дорожная обстановка. О, у нас, Лариса, видите, поворот показывает. Летит. А теперь наш гонщик вырвался вперед. Я его преследую. Перестраивайся. Вот так мы и пролетаем. А вот сейчас мы увидим вечных предпринимателей. Это бабушек. А, здравия! А, здравия! А, здравия! Нет, мне надо что-то нарезать, чтобы много было, но я не знаю, он правда сильно будет или нет. Юр, подержи. Лариса решила купить перчик. Слушай, он горьковатый, конечно, он, наверное, опылился, но не горький, чтобы он как мне нужен был. Если я его ем. Ладно, давай поехали. Время к нему не будем. Слушай, там специальное место, почему-то не торгуют. В чем перчик? Ну что меня не привлекло? Ну, поехали дальше. Не думал, что мороженое съедим. Только ты не заходи туда на полчаса, ты как дурак, чтобы здесь не стоял. Люди торгуют, как и раньше, в советские времена, возле гастрономов. Вот такой у нас стихийный рынок. Да, там есть специальное место, а люди туда не идут. Идут все сюда. А, вон подъедем туда, там овощи, фрукты. Ну, поехали. И они, кстати, до поздно стали работать. Поехали в другое место, где разрешена торговля. Уважаемые по 30? Да. Уважаемые по 30? Врачи? По 30 денег? По 30 денег? 30 денег, да? Я думала, вы за сладеньким приехали, а вы за овощаток. А что у вас сладенькое? А вам нектарин какой прям? По 110. Я самосладкая женщина. Ладно, я не спою. У нас нет. Не, нашли мне нектарин. Я сахар выдаю. А подешевле нет у вас перца? Брался. Нужно? А, у меня есть мишечка. Нашла я под пожаной по приемлемой цене по 30 рублей. Сейчас куплю обязательно. Угу. В магазине? В магазине? Спрошу, подешевле нету. А в магазине почем? Не знаю. Я просто на базаре по 35 покупала. И правильно же в этой корзинке тоже с любой? С любой. Супер. Нет, да, все. Нет, да, все. Я 105 рублей не посчитаю. Ну я нет. Все, привычка уже накреплена. Лорайн. Лорайн, все хорошо будет кипеть. Сейчас мне будет кипеть. Я, мне будет кипеть. Давай я отсюда достану деньги. Лорайн, тебе надо кипеть. Лорайн, тебе надо кипеть? вот закупились чем мы закупились горьким перцем дорого я его зимой фарширую показать баночку у меня просто его полно я не планировал мы по своему любимому маршруту ты иди ну вот никак его не уговорить чтоб он шел спасибо а я ехала ой всю площадь голуби засрали ну нереально просто так приучили их здесь тусить вот зачем вот собственно говоря вот это вот аллергия же людям болезни всякие кусочек красоты покажу вам быстренько цветочки наши любимые не ну а почему нет посмотри сколько перьев то все мы дышим всем этим я доехали быстрее пока люди идут с ларисой поменялись рюкзаками я себе потяжелее взяла так решила горяченького хлеба я это по запаху сюда пришла честно сказать едем такой запах аромат нашими внутри я зайду там работают осторожно вон смотри там все окей ну и все пора забыли вот хлебушек остался добрый вечер никто мне не отвечает у нас не очень приветливые продавцы зашла поздоровалась ноль эмоций вот этот дом вот этот большой девятиэтажный когда-то 20 лет назад я строил представляете он тогда был начальником участка здесь у отделочников ну да прошли те времена как это было давно да не говори дома уже 20 лет даже не верится магазин назывался зеленый как он только не назывался теперь это кафе летний вечер теплый вечер блин сегодня 7 сентября блин тепло как это да не небо звезды как соков площадке тут наверно будут палатки стоять не ну нормально кого-то выгоняют а кому-то можно а вон там вот сделали детскую площадку все-таки не будьте киосков хватает а вот например едешь-едешь и негде купить воды надо обязательно магазин зайти и выбором готовится чуть не есть читать ползешь нужно медленно не тут наверно будет выступать группу до и а и и и и и и и и Привет! Видите, сколько много народов можно встретить? А тут что? Снова будут изменения делать? Это типа старая трава, некрасивая? Да, свернули газоны. Посадят новую красивую ночь. Очень хорошо, стараются. Мы ни разу не были в этом бассейне. Это бы, наверное, дочь, если бы здесь так жили. А, не хватит. Здесь жили с нами, только бассейна здесь не было. Бассейна еще не было. Покажи. А вот он. Ой, обалдеть, какой вечер теплый. Прям вообще даже ветерок теплый. Как вы думаете, девочки и мальчики, почему люди ходят с грустными детьми и с осознанными детьми? Или с добрыми и с улыбками? Напишите в комментариях. Ты как думаешь, Юрий? А я никак не думаю. А вот дельфинчик. Реально, прямо, кажется, как будто молодежный какой-то спальный район. Много молодежи и много детей. Прям все тут как-то... Как-то чувствуется, что здесь что-то делается. Аж там что будет? Фонтан, что ли? Нет, я думаю, для фонтана слабовато в нас бежит. А, ну там же земля не будет никакого. Клымба будет. Ну давай, поболтай еще. А почему ты на мой вопрос не ответил? Я оставил его без комментариев. Про злые, добрые... Я же сказал, я никак не думаю. Ты грустный лиц. Смотри, что мы едем. А ты показывай, как мы едем. Давай я тебя поднимаю, как никого не отрежу. Смотрите, где мы поехали. Мы сейчас будем через речку ехать. Мы тут еще вас не возили на своей велосипедной прогулке. Мы, конечно же, с Юрой поменялись рюкзакчиками. Ему с тяжестью. А мне легенький. Потому что я хитренькая. Вот тут ходят люди по этому мостику. Сейчас мы доедем до него. А вот тут кто ходит? Свинец? А тут, ну, не знаю. Ну ты давай, это, как сказать. Давай мимо меня проедь. Давай. Где-то там едет. Пишет спуск к речке. Да, вот наша местная речка. Называется она Чесноковка. Давай остановимся. Ой-ой-ой. Кстати, сказать, мостик-то тут заделали. А то было вообще страшно и опасно. Видали, что творится? Красота. Вот оттуда люди идут. Проходят, проходят, проходят. И вон туда наверх. Сейчас мы туда пойдем. А это специально сделали, чтобы не ехали? Да, чтобы автомобили не ездили. Там, наверное, люди не хотят отдыхать, да? Ну, наверное. Переключайся на пониженную. Поднимешься. Ну вот. Я поднялся. Жду. Свою женщину. Странная женщина. Чина странная. Будешь кататься, люби, саночки вози. Вот ей в гору, в велосипедке. Давай-давай. Здесь вот наш бывший бизнес. Посмотри, доча. Здесь мы работали. Вот. Во что превратилось? Юрик, это вообще нечто. Такого никогда не было. За 17 лет. Я не знаю. За 18 прошедших. Юрик, надо это сделать. Сейчас, что ли? Когда? Пожелайте. Какая ты большая. А где ты? Где вы делаете? А вы не встали? Ага. Ты в какой класс пошла? В 3. Это отличный. Я еще не знаю. А ты? Во второй. Во второй? Ого, уже во втором классе? А почему? Ах, нет. Слушай, ты уж скоро замуж подиходишь. А тебя спрошу? Нет. Вот так вот. Во что превращается малый бизнес? Вот. Наш, как говорится, бывший малый бизнес. Он у нас еще числится киоск. Мы для него даже платим аренду за землю. Повырывали мы траву. Знаете, создавали все с нуля. Ни кредитов не брали. Ничего. Просто работали и все. Развились. Было даже 4 павильона. Вот таких вот 4 павильона. Ну, сейчас он, конечно, не в лучшем виде. Мы уже 3 года не работаем. Никому не мешали. Но, увы и ах. Построили напротив. Да. И разрешили им. Построили напротив вот такое магазинище. Им разрешают продавать все. Пиво, водку. Ну, все, что хотите. А нам только шоколадки. И пряники. Еще газ воду. Все. Ну, как же мы выживем? Конечно, мы им не конкуренты. Мы им и так... Мы бы конкурировали, если были бы честные условия. Да, если бы, быть честные условия бизнеса были, то, конечно, была бы какая-то конкуренция. А так, посмотрите, во что превратилась остановка, которую мы построили на свои деньги. А у властей-то, у городских, как они говорят, нет денег. Ну, нету. Значит, будем жить вот в таком сраче. Чтобы частные предприниматели вкладывали. Тоже нету желания. Есть желание наказывать всех. Ну, пожалуйста. Оно все и вывозит. Жалко, вот видите. Дергает Лариса, додергивает. Ой. Да. Мы здесь, в этом... Вот в этом месте мы здесь отработали. Сегодня у нас 2018-й, а мы начали работать в 99-м. Три года назад закрылись, это получается. 16 лет именно вот в этом месте предпринимать. Никогда не было такого заросшего. Потому что... Когда мы сюда пришли, здесь была буш. Ну, диоск стоял. Да. Вот здесь вот, где этот магазин, это было поле. Заросшее бурьян. Бурьян, да. Гаражи какие-то стояли. Приторговали мы точку. И сразу нас, конечно, хотели выгнать. Это отдельная история. Мы бились за него несколько лет. Выгнать не выгнали. Но зато придумали законы. Говорят, что... Говорят, что... Когда гаражи выгоняли, их заставляли... Да, здесь были гаражи. Детский сад будет. Да. А в итоге, хоп, построился. Не было никаких надписей, что это строится. Хоп, пожалуйста. И торговая сеть. Торговая сеть. Я думаю, этому району хватило бы и нашего киоска. Продают все то же самое, что мы продавали. Например... Там ангар обычный. Ну да. Ничего там такого. Супер-мупер. Там разновеса нет. Все только то, что в упаковках. Единственное, все можно, но она будет. Да, да, да. Все, представляете, вот это все железо. Вот эта вся плитка. Вот все это за наши деньги было сделано. Ну, естественно, не только за наши. Мы торговали здесь, зарабатывали. Ну и вкладывали, конечно. Ну и теперь вкладывают в другие страны, наверное, деньги, которые нарабатывают. Вот такие сети. Вот такие вот. Ладно. Будем жить дальше. Жизнь не остановилась. Сейчас вот YouTube, может, маленько даст подзаработать. Вы, зрители, дадите. Поддержите лайками своими. Поддержите просмотрами. Комментариями. Подожди, я хочу то, что сказать. Ну, Лариса тоже хочет сказать. То, что она болела. Сегодня дуча наша со мной разговаривает и говорит, мама, вы все всегда начинали с нуля. Нигде ни у кого ничего не просили. Не ждали подачек никаких. Приехали сюда с нулем. 25 лет назад. Здесь мы с двумя детьми. Не с нулем. У нас был багаж, двое детей. И не было денег. Новорожденная дочь. И выжили. Старались, выживали. Создавали что-то свое. В итоге создали. Сердце кровью обливается. Мы ни разу не показывали этого. Ну, как бы сказать, это больная тема для нас. Да. Хочется плакать, но не плачется уже. Здесь у нас холодильники стояли. Ну, я не продолжила тему. Ты вклиниваешься, перебиваешь. И говорит, мне нравится. Я всегда, я вас люблю. Говорит, я не только за это вас люблю, но за это у вас хорошее качество. Что вы ничего не ждете. Все делаете с нуля и сами. Спасибо доча тебе. Да. Она нас подзарядила на весь день таким оптимизмом. И вот в итоге у нас вот это вот дело встало. Ну, я надеюсь, я все-таки надеюсь, у меня надежда не умерла, что что-то... В жизни в это изменится. Да, и мы вновь это все возродим. И с пеплом мы поднимемся снова. И заработаем в полную силу. У нас еще жизненные энергии и способности. Ой-ой-ой. А опыт какой, багаж какой за нами, за плечами. Я думаю, что очень большой. Я не только думаю, я думаю, так и есть. Ну, у меня, конечно, меньше оптимизма, чем у моей жены. Ничего нам не дадут здесь заниматься. Только нищенствовать. Ладно, поживем, увидим. Идем открывать. Видите, все заросло. Тут раньше газончик у нас был. Ой! Идем. Да, газонокосилка все стриг. Идем вот на заднюю дверь. Доча, посмотри. Ты здесь когда-то тоже с нами работала? Сейчас посмотрим. Да, вот здесь было кафе. Вообще, обалдеть. Тут вот этот под навесом сделали. Тут выступали артисты. Живая музыка была. Да, местные. Но артисты, да. Классно. Ну, а что? Сосходки-то мы были. Почему-то все встало. Они тоже закрылись. Все похерено. Вернее, мы даже знаем, почему. Просто не хочется все это бередить. Прошли мы уже этот этап. Сейчас работаем на дядю. Сейчас постараемся взять метелку, чтобы подмести там, где вырвали траву. Вот она, замочек. Раз, и открылся. Оп. А метелки здесь нет. Есть лопата. Может, там метелка есть? Нет, нет. Это у нас подсобочка. Тут еще холодильник остался. Старенький. Все, звоним, звоним. Нашим. Давай, короче. Видите, как в старом фильме. Как будто 30 лет здесь никого не было. Это наш бизнес. Открываем дверь, которая 17 лет подряд открывалась каждый день. Утром и закрывалась вечером. Теперь уже 3 года. Ну, значит, как раз мы открыли. Может, 10 раз. Тут тоже паутина. 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 Ключи подзабыл уже, какие куда. Ну, все-таки еще помню, я думаю. Тут должен быть какой-то кривовастенький ключик. Вот он. Включаем светик. Заходи. Да, я хотела велосипеду занести. Вот он наш бизнес. Потихоньку все вывозим. Потому что он не выгоден стал. Вот видите. Там даже вентиляция еще работает. Представляете? Ух ты. Воздух-то идет как. Три года не работали и все рабочее. Представляете? Хоть сейчас выходи и работай. Законы только сделайте нормальные. Да уж. Здесь у нас были украшения. Такие гирлянды. Лариса решила забрать. Мы на Новый год будем дома включать, радоваться. Вон такая с пультом, хорошая. Такой вот пульт есть. Вот он. Сейчас Лариса пойдет к соседям, попросит метлу. Ты порвел здесь. Ага. Ты на один домочек заброшла? С камерой сходишь? Нет. Так, вот Лариса идет с метлой и с девчонками. Помощники идут, да? Ну, не говори. Передайте Наташу привет. На камеру, они же не знают. Да, ну, ты скажи, ты видео Наташи смотришь? Да. Вот ты посмотришь. Сама себя посмотришь. Передавай. Всем привет. Тебя как зовут? Даяна. Даяна? Да. А тебя как? Амина. Амина, а тебя как? Ясмина. Ясмина. Вот смотрите, фильм про себя. Наташа, привет передаете? Да. Привет, Наташа. Привет, Наташа. Привет, Наташа. смотрите завтра или послезавтра поставлю до закрыл тут лариса уже подметает как старые добрые времена порядок наводит по этот куда стекловатого не знаю когда мы открылись вообще нет а вот это малышка реально и на руках весело смотри какая стала даяна совсем большая еще младший большой маленький а и брашка хорошо учишься да ты в садик ходишь в школу молодец молодец чистить надо красить надо если бы работали чистили бы а сейчас видишь как почистить и поработать почистить и поработать ну вот площадь приобретает наша торговая нормальный вид только торговать жалко не будем никто нас не заставил кто меня заставляет работать тебя кто заставляет работать или дома убираться сейчас ясмина покажет вам фокус-фокус давай так амина амина и ясмина погнали о ее нифига себе акробаты балдеют девчонки молодцы ну да вы чё натренировались научится вот так ты и по-английски уже говоришь нифига нифига так 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 здравствуйте я это амишки дам смотри амишка у вас уже теперь у твоей сестры такой будет смотри так кидаешь спасибо тебе так сейчас чё нибудь тебе подарю о давайте девчонки я вам по заколке подарю тебе и тебе на ну давайте счастливо пока 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 наш наш бизнес умерший привет и брагин как дела короче и брошка надо вот сюда вот так вот надо вот так вот брать и вот так и подкидываешь да а еще вот здесь вот батарейка была не знаю сейчас он работает или нет он пролежал столько тут нажимаешь и он еще мигал светился ну то есть вот так кидаешь вариса зашла в магазин чем вкусненького захотела купить привет чё все нормально поехали как всегда доездились допоздна возвращаемся домой из-за темно еще до дома примерно полтора километра горит горит едем по ночному нью алтайску вернее по вечернему зрителям нашим говорю что мы едем по нью алтайску вечернему ну да чем живут простые люди давай жми а то нас обгоняют оп с дороги ушел отлично вот это вот яндекс такси я каждое утро еду на работу и там один таксист есть у него 82 регион не знаю откуда это и вот он едет еле плетется за ним береница ему пофиг он посреди дороги едет ну как к мосту и начинаешь тихо ненавидеть ну обходят обходят нас на виражах и какой джизняк вечерком то поехали прошли перекресток ну давай наши дети громче говорить плохо слышно будет все свободные деньги которые у нас были мы вкладывали старались семью в детей ни фига не вижу еще сплепят едут еще раз заехали в местный магазин все точки объехали почти ну вот мы и приехали вот так вот поближе снимаем а то темно на улице поехали собака нас встретила покушали мороженое по дороге ехали еще мало того теми всем пока смотрите наши видео мы вас всех любим мы еще много чего расскажем про себя да мы Продолжение следует...